всех приветствую очередной выпуск из серии фидера теоретика сегодня хотел бы поговорить поподробнее об одной об одной из фидерных оснасток которая к сожалению используется крайне редко в своей практике который в этом году пошел седьмой год я перепробовал все основные фидерные оснастки начиная от трубочки противозакручивателя прошел симметричные симметричные петли in line и в принципе остановился на самый на мой взгляд простой оснастки это паттерност после того как начал использовать на основу жесткий монофил и начал использовать жесткие лески для поводков проблем с этой оснасткой никаких не было прежде всего конечно это касается запутывания захлестов и прочего ну что касаемо там по поводу чувствительности повторюсь который раз вставил я несколько раз при проблемах с фиксации вместо того паттерностера in line или ранен кому как больше нравится и никакой разницы собственно говоря не увидел то есть проблемы решались если решались совершенно другими методами это загиб вершинки это длина поводка это положение удилища и прочее и собственно говоря никаких проблем у меня не было использую такую леску не помню как она называется в прошлом году купил тим дунаев 0104 тоже проблем никаких и вот осенью о чем рассказывал стал я ловить на леску матрикс микрон 007 и хотя леска жесткая я вот как-то рассказывал да что из-за того что ловил пикером скорее всего у меня были захлесты потому что кормушки легкие нет четко ударов клипсу на самом деле все это не так времени сейчас по всем известным причинам с этим вирусом думать и делать собственные выводы достаточно какие перспективы ожидает в недалеком будущем одному богу известно ну и что ну и бабло кончается перспектив никаких перспектив да остается только смотреть ролики от братьев белорусов у которых батька карантин не вел вот норманд если кто-то до сих пор не знает открыл свой видеоканал есть возможность как-то отвести душу сидя в самоизоляции так называемый посмотреть его собственные ролики дождик закончился и природа аж 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 проснулась вы сам своих карантинах сидите посмотрите какая самая-самая начало самая-самая весна там конечно подача материала немножко непривычные это никогда с вами там оператор который снимает для телевидения снимает на экшн камеру с недостатками ну норманд блогер начинающий надеюсь что со временем недостатки в той или иной степени он собственно говоря эти исправить так вот из-за чего у меня начались захлесты собственно говоря поводка за основу только из-за того что это леска очень тонкой если вот с 0 104 таких проблем не было то вот с этой леской ну чем леска одинаковая толще тем жестко с нее больше тут говорится никуда не денешься до любая проволока чем толще тем она жестче то же самое касаемо лески и вот рассказывал что я взял паттерностер и вместо него собственно говоря сделал оснастку вертолет ну либо как пошло чемпион мира вертолет и два узла то есть вот он классическая петля гарнера паттерностер вариации стива гарнера что я сделал я отрезал этот сам отвод под поводок связал сверху еще один узелок получилось у меня собственно говоря оснастка вертолет и методом петля в петлю собственно говоря привязал поводок так вот по работе ничего не изменилось то паттерностер собственно говоря вертолет но за счет того что нет вот этого жесткого отвода нет вот этого жесткого отвода под собственно говоря поводок проблемы с захлестом меня пропали вот после этого у меня было я посчитал в шарам досуге восемь рыбалок но из них чуть не половина из разряда здесь рыбы нет из них вот последняя рыбалка я вешал поводок 01 потому что ожидался головой с карасем и ловил я с паттерностером а до этого все рыбалки ловил собственно говоря с вертолетом ну так по самым скромным подсчетам даже с учетом того что на большинстве рыбалок не клевало ну три четыре сотни забросов я сделал и вот ни одного захлеста с этой самой оснасткой у меня не было далее для чего то есть я буду когда поводки не очень тонкие продолжать скорее всего из паттерностером но в каких случаях в каком случае я еще буду ставить место собственно говоря потом острова тот сам вертолет это при ловле рыбы которая питается в ярусе но ловить мелкого подлещика плату там и прочую дрянь мне неинтересно не то что на фидор даже на пикер и более того даже на мох удочку хотя там совершенно другие от вылаживания ощущения вот что касаемо крупной уклейки уже не раз говорил если клюет крупная уклейка мне другой рыбы не надо поэтому при ловле уклейки я буду ставить опять же вертолет почему то есть вот одним спортсменов разговаривал почему мягкие лески используют на поводок при том при всем что захлесты просящие хвосты и прочее вот было сказано что вроде как мягкими лесками более естественно анимат ну как бы мне к этой анимации с мягкими лесками получить еще геморрой в виде того что я сказал не особо интересно а вот повторю при ловле крупной уклейки буду ставить вертолет потому что вот нет этого жесткого отвода да но вы не смотрите я на 25 привязал что основа что и на 26 на самом деле поводок будет тонкий вот за счет того что этого самого жесткого отвода нет соответственно даже жесткой леской бук более медленно будет естественно падать собственно говоря крючок с насас насадкой для наживки раз толще ну как бы не скажу что уклейка там голодного всяком случае к этому делу достаточно там относится как-то осторожностью но вот попал в прошлом году да на вот этой самой рыбалки когда или на следующий когда вот привязал вместо паттерностра вертолет нет наверно то ли на следствие через одно да то есть ноту может быть кому-то интересно кто тоже любит уклеечку половить вот сколько не ловил уклейку да если она есть это на подходит хоть каком-то количестве вот опарыш ну редкий случай перлов когда и все и проблем нет тут на этом выдаем две рыбалки опарыш на одной был мелкий опарыш 1 2 3 опарыша пофигу вешать суклей вот на последней рыбалки когда это самое уклейка клевала в прошлом году игнорировала на опарыша напрочь пробовал на мотыля 1 мотыль 2 мотыля игнор 4 5 вешаешь 1 2 воруют и вот только на 3 мотыля вот эта самая гадина начала брать то есть это к вопросу о том какая сложная рыбалка может быть в московском регионе ну и совсем уже даст вот опять же с одним спортсменом общался даже из-за того что вот этот вот жесткий отвод отсутствует оснастка вертолет летит лучше чем паттерност даже вот такие нюансы я так думаю что это легкими кормушками ну скорее всего для нашего брата рыболов любитель это роль то особо не играет но вот за что купил зато продают мы уже так до кучи до тем кто досмотрел вот если злая бровка злая бровка надо чтобы кормушка всплывала очень быстро вот кормушки называются они по моему стелс что ли не помню как они называются да по моему ты покупал в каиде стоит недорого но в принципе можно сделать самому да то есть я так понимаю за счет чего нас плывает то есть очень продолговатый корпус практически более чем полузакрытого типа да то есть маленькие отверстия и вот ну и соответственно пластик да и вот собственно говоря вот за счет этого реально там бывает чуть ли не вертикально возможно кому-то это пригодится вот ну каиде там они по моему грамм до 6 до 7 если не ошибаюсь вот но повторюсь самому можно сделать собственно говоря груза и потяжелее ну тут пожалуй все о чем я хотел рассказать надеюсь очередной раз что кому-то было интересно минка все всем пока а че это вы здесь делаете а кинут уже кончилось